Привет всем жевжикам планеты Земля! Вы видите и слышите Алексея Халецкого, очередное прохождение на божестве Sid Mears Civilization VI Gathering Storm, но в этот раз я решил пойти на поводу некоторых немногочисленных, правда, просьб, но давайте запишем первый и последний раз на стандартной скорости. Да, были еще там, конечно, и на марафонской, и на эпичной скорости, но это реально просто тупо очень долго будет, потому что сетевая скорость, например, типа 250 ходов, стандартная уже будет 500 ходов. И если обычно мы играли, сколько там, ну за 150 ходов заканчивали, то, наверное, на стандартных будет 300 ходов, и вы представляете, сколько это серий? Может быть. Так что я думаю, давайте не сходить с ума ради эпической марафонской скорости. Один раз я запишу на стандартный, причем я уверен, что к середине этого сериала уже довольно мало людей будет его смотреть, но один раз почему не попробовать? Прошу опять воспользоваться механикой клипов, пожалуйста, то есть отмечаете в каждой серии какой-то интересный, смешной, необычный, ну, конечно, запоминающийся момент, и эту ссылочку в комментариях под каждой серией кидаете, я потом из этого соберу короткую версию прохождения. Ну и традиционно напоминаю, что все серии сразу спонсоры канала могут посмотреть во вкладке сообщества, заодно могут написать, возможно, здесь где-нибудь в комментариях, сколько всего серий будет. Теперь давайте к настройкам карты. Итак, гигантская карта на 16 человек, но я добавил еще 8 цивилизаций, так что на 24 цивилизации. 24 города-государства, уровень сложности-божество, карта-континенты, я считаю, что против компьютера именно на ней интереснее всего играть, потому что их может быть и несколько континентов. Все остальное стандартное абсолютно, ну вот стихийный бест еще четверку поставил посложнее, все остальное стандартное, то есть будем зависеть чисто от места появления. Никакие игровые режимы не включаю, потому что компьютер тупо не умеет с ними играть, просто не умеет. Случайные технологии ломают ему развитие, варварские кланы ломают ему развитие, монополии корпорации игрок побеждает культурой вообще очень-очень рано. Поэтому вот это все, игровые режимы, если вы хотите с компьютером посложнее, чтобы было, игровые режимы не включайте никакие. Все победы включены, еще отключил варваров, потому что опять же с ними компьютеру сложнее. Да, минус определенное ускорение, но что поделать, будем делать, чтобы сложнее было. Скорость стандартная, это важно. Сыграть я решил за Мапуча, которая еще одна цивилизация, которая недавно изменилась и которая с тех пор не смотрел, не играл за нее, так что давайте попробуем. Она и так довольно сильна, а здесь я поставил те цивилизации, которые по вашему голосованию в топ, считайте, 23 входят. Они не в таком, типа это не Гелегамеш на первом месте и так далее, просто я в разнобой, как мне было удобнее, поставил побыстрее. Но вот это, по вашему голосованию, топ 23 сильнейших цивилизаций в шестой циве. Давайте, собственно, с этим взлетим. Еще у меня будут моды на интерфейс стоять. Что за моды, я вам рекомендую в прикрепленном файле, у меня будет ссылка на сборник модов, опять же, от меня постоянно спрашивают. Коллекция модов в стиме, там посмотрите, пожалуйста, и, собственно, используйте, если вам какие-то моды будут интересны. Ссылка в прикрепленном комментарии к этому видео. Давайте начнем. Да, еще напомню, что если вы хотите сыграть на той же карте, что и я, то дождитесь последней серии, я там покажу код карты, с помощью которого вы сможете ту же самую партию и сыграть. Ну, давайте посмотрим, где мы появились. Так, ребята, небольшие изменения. Я тут запустил уже партию, и оказалось, что я играл с бета-баланс стартом, таким модом. Там несколько цивилизаций не влезло, прочее. Я пересоздал заново без бета-баланс старта, потому что я на божестве играю только с модами на интерфейс. И оказалось, что без него только 20 цивилизаций максимум можно поставить. Так что 20 цивилизаций, все остальное осталось то же самое, что я вам показывал. Ну и бог с ним, потому что там 24 что-то не влазило вообще, кто-то не мог поставить. Так что фиг с ним. Итак, что-то какое-то странное место. Вообще какого-то производства нету. Вообще ничего нету. Может мне прямо на геотермалку поставить? Ну просто, да, кстати. Это хороший вариант. Будут хотя бы две клетки по два. Тем более геотермалку мы долго не можем использовать. А кто не в курсе, если вы ставите город на геотермалку, она не исчезает. То есть вы сможете потом... Фига, семья аж... Плюс мне 8 очков аж дали за нахождение двух континентов. Но это, наверное, компенсация за хреновый старт. Так, ну и... Так, а у нас, да. Последний уровень сложности. На всякий случай еще проверю, что без бета-баланс-старта играем. Да. Раз на божестве, лучше сразу начинать с армии. Видите, тут еще какие-то клетки на производство. Тут, конечно, прикольно сахар, но... Блин, производства нет никакого. Вообще. Вообще, слушайте, три континента прям. Сразу я на пересечении трех континентов. Интересно. Ну, с животноводства начнем. Хотя тут не сбалансированный старт. Обычный, так что не факт, что будут лошади. Давайте сюда сбегаем. Так, есть трюфель. Но мне вот эти места вообще не нравятся. Вот как-то вообще производства нету никакого. Наверное, тем дубовым туда пойду. Но тут радует, что вот тут у нас океан. То есть, по идее, Кахокию я первый встретил. По идее, с этой стороны никого вообще не будет. В соседях. Смотри, только либо сверху, либо снизу. Тольтен. Ну, тольтен звучит по-моему. Трактически, по-моему. Попробую схожу сюда, потом перепрыгну. Био-био. Классное название реки. Био-био. Может, тут проверить. Друг будут какие-нибудь... Эти... Ой, как его... Рынки, рынки. Деревни, рынки. Вот, тут еще дальше... Кстати, вот здесь, может быть, ничего, такие места. Тут какое-то производство появляется. Может быть. Ну, тут, правда, мне надо соседа искать. Причем, давайте, у нас соседа, который в золотой век... Ага, жемчуг даже. Ну, пока, предварительно, я бы подумал вот здесь поставить город, Дэн. Тут и жемчуг, и сахар, и бананы. Ну, камень, скорее всего, кахокия заберет. Это, в принципе, хорошо тут. Еще и наводнение произошло, то есть улучшило клетки. Тут будет часто наводнение происходить, конечно. Ага, тут куда-то проход есть. Да, тут... Я иду, знаете, тут просто океан будет. Тогда тут хреново было. Но тут много хороших клеток для этого города. В принципе. Так, что с лошадьми? Лошади далековато. Ну, давайте еще воина делать. Я не буду, наверное, сюда... Ну, понятно, что тут конец. Тут я и так хочу город ставить. Нету смысла рассматривать его сильно. Так, что мне вообще надо? Горное дело, чтобы медь обработать. Пшеницу я и так смогу. Горное дело, в общем, надо. В столице немножко с ресурсами как-то не свезло. О, тут сразу гора. Тут-то на... На плюс четыре. А где соседи вообще? То есть, тут я горами защищен. Тут что-то никого нету. Что мне прям расселяться, что ли, теперь? В расселении играть. Кстати, у меня ж... Мои... Губернаторы в чужих городах работают. Они в своих... Ну, в своих тоже работают, но в чужих-то втройне. О, первая руинка, кстати. Так, вот тут еще интересно. Раз, два, три. Я бы, наверное, вот сюда еще подумывал. Ставить город... Тут, извините, слоны и свиньи. Акуна Матата, Тимон и Пумба практически. Ух ты, Рим. А у нас-то тут Рим. Ну, судя по цветам, это Рим. Правда, далековато, по-моему, да, чтобы подумывать о его захвате. Не, так, меры. Да, ну, они по цветам похожи обычно. Так, хочу рабочего. Спасибо. Так, ну, начнем с обработки пшеницы. Что-то орошение ускорит. Отличненько, слушайте. Надо тут посмотреть, если никого не будет. Еще одна, кстати, геотермалочка. Так, а Кхмер уже поставил свои первые три города? Поставил. Так что тут вообще можно пытаться... Тут не будет действовать, скорее всего, от него лояльность, потому что он не сможет как-то вот тут вокруг ставить город. Тут Кахокия будет. А Кахокию могу и я попробовать забрать. Так, вот эти, наверное, горы, у которых я рядом, это инкская. Ну, кстати, мапучи, это рядом с инками. Они и инкам не покорились, и Испании не покорились. Есть трудники. А видно ли лояльность инков? Не особо. Не знаю, вот это, наверное, от инка. То есть они тоже далеко. Так, ну давайте поселенцы. Я думаю, самое время. Наверное, вот этим я пойду тогда сюда, а вот этим будем тут исследовать. Ой, пустыни. Так, ну мали я, по-моему, не ставил. Так что это вряд ли мали. Это вряд ли мали. Куда дальше пойти? Может, обработку бронзы? У нас тут все равно варваров нету. Так откроем где железо хотя бы будет. Ну, выглядит так, что у меня есть место, куда селиться. Мы еще против варваров. Ну, тут мы только на пантеон можем поставить. Это все у нас не работает, потому что нету, собственно, юнитов разведки. Ну, я все равно считаю, что я правильно с дуболомов начал, потому что на божестве компьютер может очень больно наказать за то, что ты... За то, что ты... О, уже осуждает инг. Мне бы, наверное, дуболома вот этого возвращать. Я тут сейчас увижу, пройдусь, и мне этого достаточно. Ага, тут вообще не пройти. Так, а вон ГГшка торговая. Ее я не первый встретил. Ладно, давайте возвращаться. Тут исследуем территорию. Тут, ну, понятно приблизительно все. Германия. Блин, откуда ж он пришел? Сверху. Что, немец в пустыне живет? Прикол. Так, а какую ж мне клетку третью обработать? О! Какое чудо у Кхмера. Оно дает два очка полководца и два очка торговца, если на вашей территории находятся. Блин, ну что, мне Кахоке попытаться захватить? Мне, наверное, придется Кахоке захватывать, ребят. Да. Так, слушайте, а что ж мне... Какую мне третью клетку? Ну, у меня единственное, видимо, вот тут ставить шахту еще. Выкупать клетки до банана мне неохота, честно говоря. Не, ну немец тоже далеко. Походу опять расселяться надо. Ну тут, к примеру, тоже как бы тяжело пройти. Ну, понятно, что тропические леса. Я не знаю по поводу этого города с моей стороны. Ну, тут я точно поставлю. И вот тут надо... Ладно, пойдемте... Пойдемте шахту сделаем. Чем хорошо, конечно, на стандартной скорости говорят, что ты больше карту увидишь до того, как ты поселенца поведешь. У тебя больше ходов до исследования. И, соответственно, больше... Ну, вообще вся вот эта территория мне очень не нравится. Тут очень мало таких нормальных мест. Блин, леса горят. Сейчас я тоже зайду в лес и сгорю. Что-то у них мало армия. Такую инка большая. Они не тут не воюют. А, ну да, хмер с кем-то уже воюет. У хмера с кем-то уже война с той стороны. Так, ну я думаю, еще раз посмотрю, но я не вижу какой-либо клетки, ради которой мне стоило бы ждать. Это мы просто ускоряем мастерство. Почему ускоряем? Тут есть карточка на юниты. Я бы ее поставил и три прачника бы сделал. Ага. Тут, похоже, вот тут еще город встанет. Ну, такой себе, правда, опять же. Я даже не знаю, может, реально стоит третий город сюда везти, чем сюда. Не думаю, что тут будет немец прям спешить. Сейчас вот тут исследуем территории. Шенгетти. Ну, я тут без религии буду. Даже не буду стараться как-то себе религию получить. Да, вот выглядит здесь город. То есть, тот против Кхмера, этот против немца. И куда-то сюда надо еще к Инку, типа, и захватить Кахокию ради вот этого чуда. Вот, я вот таких пять городов вижу у себя. давайте, наверное, возвращаться. Тут выглядит, что вроде нормальная территория, но я не знаю, как будет расселяться Инк еще. Или так, пойдем пока. Тут побольше открою. Так, Кхмер там кому-то проигрывает в войне, видимо. 13,2. А если так, 9,3. давайте побыстрее, побыстрее посело сделаем. Да, хорошее место. Тут еще рыба есть. Да, я, наверное, даже не буду спрыгнуть. Тут еще какое-нибудь чудо. не знаю. Кхмеры завоевали Неймиген. Это Голландия. Это он там Голландию забирает. Ага, и крабы еще. Ну, да, тут хорошее место. А тут еще и черепахи, смотрите, для этого. Вот этот город с тремя ресами. Сейчас зашибись. Ух ты, а тут вон уже где граница инкос. Иску у него лис. А, может мне с инком повоевать? Какая невероятность, что он выйдет в золотой век? Там, по-моему, для золотого века 25 надо. у немца 8, у кхмера 15, у пачаку така 10. Ну, пока мало, пока мало. С радостью приветствуем делегацию от немца. С немцем далековато воевать, честно говоря, и поэтому мы просто с радостью приветствуем его делегацию. Давайте тут возвращаться. Блин, вот это, конечно, офигительный город у инка сразу с такими ресами. Так, есть. Давайте вырастим 5 ходов и 5 ходов до мастерства. Ну, все равно надо, мне кажется, пращиков. То есть, я без карточки, видите, начну сейчас их строить. Просто 245 силы у инка намекают на многое. Блин, шингети, дай пройти инка посмотреть. Пойдем туда. или мне лучше без карточки пока посила еще одного делать. Да, наверное, лучше посила. Блин, это строитель. потихоньку хоть какое-то производство на посила будет идти. Наверное, сюда встану, увижу город. Так, певен мапу. А тут я иду... Ух ты, Ереван еще есть. Иду следить за инком. Не будет ли он подходить. С монументика начнем. Тут бы, конечно, интересы обработать. Слушайте, давайте, наверное, орошение. Не знаю, стоит ли мне железо. Я бы орошение сейчас открыл. После мастерства пойду, видимо, в раннюю империю. Блин, в раннюю империю. Ну, юнитов надо построить. Причем, чем быстрее, тем лучше. Блин, хорошо, что немец ко мне... Хотя он сама может же войну мне объявить на самом деле. Что-то куча его юнитов тут ходит. блин, я хочу сюда все-таки прыгнуть, увидеть его этот город. Инкор, я имею ввиду. может сюда сначала город ставить, а не туда. Я просто не знаю. Вот тут я уверен, что Инк может поставить, а вот тут у меня очень большие сомнения, что немец скоро приведет. А тут хорошо будет расставлено так вот вокруг, все города друг на дружку влиять будут по лояльности. Блин, три лисы и слоны. Что это такое? А какой у меня старт? Это легально? Выглядит как нелегально. так, тут ставим на юниты, на пантеон еще надо набивать. Теперь меняем прачников, делаем. Ну, я бы сделал трех прачников. может лучше на рост сначала. Может вообще выкупить вот эту клетку 55. Я бы купил клетку на или на бананы. Давайте на бананы. На бананы. Тут три еды, два производства. Это очень круто. так. Камень не выкупа. Я понимаю, что может кахокия забрать, но деньги могут понадобиться. Ну, в принципе, инка дальше не видно. Давайте наверно тут встану пока дуболомом. Инки завоевали аксум. Ага, то есть инки с... Подожди, аксум это что, Египет? А я Египет вроде не ставил. Что еще может быть аксум? Ну, Хмера 61 армия. То есть у него примерно как у меня. В общем, соседи воюют, а мы можем пока расселяться. Поэтому иду в международную торговлю и раннюю империю, поставлю карточку на поселенца. Хотя, наверное, еще одного поселенца можно и без карточки построить. я вот так думаю. Надо где-то встать, следить, может, инк будет посила вести. Я вот уверен, что Хмер вряд ли тут куда-то будет влазить. Хотя, я хочу столицу увидеть. тут у нас есть юниты и так. А сколько рабочий стоит? Подождите-ка. 215. Я думаю, ну, подождите, обрабатывать нечего, но как только мы откроем орошение, потом в мореходство. Так, орошение, мореходство. надо купить будет рабочего в пивен мапу обработать сахар и жемчуг и бананы. О, Филипп, слушайте, все реальные соседи, ну, я специально еще ставил, мне бы еще Бразилию, ну, Филипп, это, конечно, не соседи, но это те, кто пытались завоевать мапучи. Еще Бразилия где-нибудь тут была бы, вообще было бы прям историчненькое. Думаю, это столица должна быть, да. Ну, и Кушка неплохо выглядит. У Кхмера армия 30. Крутая армия только у Инка. Блин, он там, короче, забирает Египет и потом вполне может и на меня пойти. Так, давайте думать, где я хочу тут город поставить. лошади, камень, сахар. Ну, я думаю, что вот здесь как раз. Сюда очень неплохо становится. Стоит ли мне дальше офис встретил? Я, буду уже возвращаться тут дуболомом. Что-то беспокоит меня Инк. С другой стороны, он еще в войне. Ладно, давайте после этого прачника продолжим поселенца строить. Так, эпоха должна должна на 60-м ходу по идее заканчиваться. Так что еще 27 ходов. Сейчас объявил войну Филиппу. То есть и Филипп с кем-то воюет. Да, у нас тут как бы сразу войны кхмер вообще с двумя воюют. Ладно, валим, короче. Отсюда, а что по золотым векам? Кто-нибудь из соседей кхмер нет, инк еще нет, Филипп внутри очка, а до золотого века не хватает. Ладно. Ладно, так посмотрю. Вот здесь пойду выходить. Просто армия хочу вот тут контролировать территорию. Ну, вообще мне вроде как дают расселяться. так что все не так уж плохо. Так, ну, было бы поближе, были бы кто-то поближе из соперников, я бы, наверное, пытался через золотой век на них нападать. по-моему, кого-то захватили. Нет, подумаю, наверное, так лучше пойду здесь. Так, Галу Мапу все правильно обрабатывает. Пивен Мапу Может, все-таки эту? Нет, тогда на два хода дольше растет. Мне надо до трех вырасти. Кто-нибудь уже сюзерян городов-государств Феса неизвестный и Еревана неизвестный. Анна, пора армию в кулак собирать. Давайте я тут выдвинусь тоже вперед. Вдруг немец все-таки поведет. Но пока тут города не стоит, я думаю, тут вообще можно не беспокоиться. Не знаю, думаю, что может меня этого поселенца все-таки сюда везти. Вот какой для вас город выглядит предпочтительнее? Тут или тут? Тут в принципе тоже. Вот сразу если мы ставим неплохо 3-1-3-1, да? То есть есть куда расти. Здесь чуть похуже. То есть наверное все-таки я сначала сюда поведу. так вот скаут тут мне не нравится, что у Инка не уменьшается армия. Он еще какой-нибудь город не захватил или случаем? Только Аксум. Блин, Ереван уже границы закрыл. Блин, надо было прошлым ходом покупать строителя. Ладно. Купим сейчас. тут надо смотреть за юнитами засвечивать территорию. Ну я очень сомневаюсь, что КМЕР поведет кого-то заселять тут. Так, тут холм? Нет. я бы наверное вот так не надо сюда вернуться, вот тут надо стоять. Знаете, наверное, дуболом я бы тут остался, а вот этим прачником здесь. Так, следующим ходом купим клетку, обработаем сахар. и у нас Катя пантеон следующим ходом. Был бы, кстати, нормальный на плантации, я думаю. Хотя у нас тут плантации. Так, давайте глянем, какой пантеон. Есть пастбище, есть плантации. Каменоломни. Ну маловато для каменоломен, а трудников редких и бонусных ресурсов есть на меди, есть будет на серебре, например, да. Ну и все. Ну остальное просто фигня. Вопрос плантации или пастбище. Давайте посмотрим. Раз, два, три, четыре, четыре плантации, пастбищ. Ну пастбищ еще меньше просто. Поэтому наверное все-таки на плант, плантации маловато тоже откровенно. Ладно. Ну священные места мы просто не будем ставить никаких. представительство районов в городах без района производство увеличивается. не, плантации давайте. О, а что там, какие религии? Православие неизвестный, да, сизм неизвестный, короче, все неизвестные нам религии. тут клетку конечно же покупаем и сразу обрабатываем. Так. Странное недовольство вроде не исчезло. Караван. А сколько караван стоит? 180. в принципе у нас тут ресы, которые деньги дают. Думаю, что на караван мы как-то накопим. Так, все. Следим в общем отсюда за инком. А тут следим за немцем. Да, меняем вот это можно понять просто на производство. Наверное на юнитов оставлю. Я особо выбрал только 100% к морским юнитам я их строить не буду. стоим в общем наблюдаем. Тут у нас жемчуг будет следующий. Тут стоим наблюдаем. Я думаю здесь будем стоять. Хотя можно и сюда запрыгнуть. Стоим наблюдаем. Так тут все правильно обрабатывается. думаю да. Хотя можно а если так тоже 4 не то сделал. Вот так если 7 3 давайте пускай быстрее если так тоже давайте пускай быстрее посел сделается. Фес Еревану объявил войну. стал союзником просто неизвестной мне цивы. Так ладно стоим тут. Ждем открытия мореплавания мореходства. Хочется выкупить камень но а так он сам выкупит сейчас один ход остался отлично. Камень все таки наш. так давайте ка дружбу с немцем заключим чтоб быть уверенным что оттуда к нам никто не придет жемчуг жемчуг кто не знает клетки в циве добавляются за счет культуры. Чем больше вас культуры тем быстрее они сами будут добавлять вот эти клетки вокруг. Просто имейте ввиду. Если вдруг не знали. Блин слишком быстро заканчивается эпоха должна на самом деле на 9 ходов позже. Ну я думаю надо железо открыть. Надо железо открыть. Зачем вам эта земля если ваша страна слаба и плохо управляется? Горит человек у которого силы армии меньше чем у меня. на уровне сложности божеству. Армия меньше чем у меня. Блин может камень обработать потому что это ускорит каменную кладку. Давайте наверное камень. Хочется не спорю бананы это все таки и культуру даст и просто выхлоп побольше будет для города. Так третьего прачника пока карточка стоит. Значит нам надо 7 ходов строить юниты а потом мы поставим карточку на поселенцев и сделаем еще ну наверное как минимум 2 поселенца. К сожалению не выйду в золотой век. да кахоки мне очень хочется захватить жаль что у меня против кахоки не будет никаких бонусов о вот куда он его ведет давайте подумаем тут у нас несколько вариантов во первых там где стоит у меня так давайте ка мы будем тут мешать ему ставить город в принципе если он сюда вот вот на эти две клетки поставит то меня устроит так бы хотелось у него забрать этого поселенца честно скажу так хочется забрать поселенца если бы он не был защищен коляской так пять ходов у нас три прачника да ну давайте видимо пока воина потом у нас еще и на прачника должно хватить вот там какой-то ггшка какая-то ггшка хотела кахокия хотела блин уже два посла в кахокии и у кахокии конечно классный бонус курганы кахокии плюс к счастью может не знаю может нам сначала поставить курганы кахокии а потом ее захватывать там всего лишь по одному в городе надо поставить о а кто там отходит своими юнитами так хорошо есть монумент давайте после обработки бронзы мне в принципе и коммерческий район нужен и навигация по звездам давайте на всякий случай будем под открывать потихоньку стрельбу из лука вдруг кто-то нападет так ну а сюда можно отходить я думаю или мешать все-таки инку тут города ставить не знаю а может куда-то он сюда повел город ставить кстати прикол будет вот тут если он поставит город так сколько у меня еще карточка стоит три хода мы что-нибудь за три хода тут можем построить тоже прач ну давайте прач построим юниты нам тут совсем не поменят он все-таки тут где-то ходит просто этим поселенцам ух ты как мне тут железо-то насыпало это я хорошо сюда пришел странно вообще-то эти горы они не не для инка кстати а где горы инка самого непонятно тут вообще как мир пройти ко мне не может короче можно не держать прачника ага вот он поставил тут город ну давайте предварительно будем иметь ввиду еще здесь например но что-то я сомневаюсь мне больше нравится кахокию захватить здесь я город тоже могу даже вот тут мне больше нравится вариант поставить город вот вот здесь собственно мне наверно вот сюда надо какой-то юнит привести и мешаться вот этого прачника например так с монумента как всегда на всякий случай будем туда подводить я бы на самом деле очень хотел как-то замириться с инком чтобы без проблем с кахокией повоевать хотя я вот так встанусь и хочет он может вот здесь город поставить один ход так раз у нас один ход до смены то я оставлю производство буду поселенца строить так надо пока так постоим пока так постою хочется с кахокией повоевать конечно торговец 190 стоит не ну откладываю откладываю производство я с карточкой начну это я сэкономлю прилично производство блин город какой-то маленький тут у меня этот мугулу мапу античность кто вышел в золотой век испанец икхмер блин у инка 501 сила да елки-палки вальдодум вальдодумство возьму ну давайте нельзя нужна мне сейчас лояльность другой стороны мне и на юниты не нужно да точно ставим ставим на поселенца ладно давайте лояльность на всякий пожарный так вот этот тут он точно сейчас вел сюда но мы ему не дадим тут поставить его в общем-то один вариант только вот тут поставить а вот этот кстати уже дуболом может и не стоять там ну что тут посила 9 ходов и тут посила 32 хода ничего себе а че так подожди-ка давай на производство 132 14 вот это более да ну я надеюсь из столицы сюда поставить а из этого города сюда так и ждем возможности купить караван из нагмапу наверное отправлю в столицу о блин тут сложный выбор пингала как-то совсем мне кажется слушайте может взять магнуса нгулу мапу и вот эти тропические леса тут повырубать интересный вопрос и совершенно не праздный ладно пойдемте пока военную традицию потому что все равно мы не можем лагерь варваров нигде захватить так вот куда он своим поселенцам идет просто вот очень интересно так они там вообще воюют кто с кем испания с кем-то воюет инг уже замирился аксум ему оставили кхмер с одним замирился с одним воюет кхмер хотя торговца уже получит но не имегин но и кхмер точно это у голландца захватил а вот а кхам слушайте а инг отдал город тут аксум он либо сжег либо отдал обратно блин а если мне засоюзить кахоки и купить его 280 ну это дороговато ну нгалмапу слишком маленький для пингалы то мне кажется надо магнуса брать возможно даже через логистику избытков отъедать города может мне сейчас инг объявить войну чтобы сюда пролезть а еще вопрос может ли инг поставить город не на клетке с пресной водой шесть ходов да давайте побыстрее давайте пойду посмотрю что там вообще что-то я не думаю что тут уже немец придет а так хоть карту откроем что ли блин что-то так хочется повоевать с кахоке при этом так жалко как бы два посла два посла два конца посередине мапучи ну что ну пока у него дуболомы вполне можно их проредить и никто не расстроится потому что я один у него ну и захватить ну блин просто не факт что мы захватим хотят мне а что это у них 40 лошадей и 20 лошадей а это он соберет так вообще я готов ему право давайте может за большее количество денег потому что мне лошади мне кажется сейчас не нужны у меня будут свои по идее на 30 ходов 3 золота вход это 90 ну давайте 8 дружба он мне войну объявить оно не может опять он куда-то пошел с поселенцем своим блин я просто так открыл стрельбу из лука без ускорения ну давайте наверное сначала письменность потом астрологию тут зависит от того что мы быстрее ускорим деньги или гавань туда и пойдем да там у немца какие-то тут грустные территории честно говоря ну знаете вот тут мне не хочется ставить город уже раз тут хмер воткнул мне хочется кахойки забрать с этим чудом и у меня уже с инком более-менее отношения так караванчик караванчик не дает дружбу доволен тем что у вас мало городов возле гор вообще я кахойки без вот этой фигни не возьму так что давайте на начало в таран заглянем мне нужен таран и меч ну и луки само собой но это я думаю уже в следующей серии на сегодня мы вышли получается а нет не вышли ну да мы вышли в следующую эпоху давным-давно давайте на сегодня я закончу в принципе все равно динамичненько идет то есть это по идее какой должен быть 27 какой-то ход да то есть примерно как в сетевой партии происходит спасибо что смотрите продолжение завтра спонсоры канала могут посмотреть прямо сейчас во вкладке сообщества спасибо что поддерживаете играйте в умные игры всем пока спасибо что досмотрели до конца я Алексей Халецкий тот кто сделал это видео пользуясь случаем хочу попросить вас поставить лайк оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях а также посмотреть другие мои видео ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране играйте в умные игры и всем пока